Всем привет! Сегодня в этом видео я хочу затронуть такую тему, как скетчбуки. Вот все, что вы вот здесь видите, это мои скетчбуки, точнее часть из них, остальная осталась в Москве, это те, которые были здесь и те, которыми я довольно часто пользуюсь. И я сейчас расскажу, для чего они нужны, почему их у меня так много и вообще как бы историю, как я к ним пришла. Конечно, когда я начала рисовать, я рисовала сразу картины, сразу шедевры. Естественно, мне хотелось, чтобы там все ими восторгались, покупали, вешали себе на сцену. Но этого не происходило. Потом вот я прошла один курс, второй, посещала какие-то мастер-классы. И все, что было на этих курсах, это все были законченные какие-то картины. Да, были какие-то учебные наброски, зарисовки, но я их делала на каких-то отдельных листиках, потом что-то выбрасывала, что-то куда-то делала. И потом как-то со временем мне пришла в голову мысль, что нужно рисовать, рисовать очень много. Вот это, смотрите, один из первых моих таких скетчбуков. Я вот тут тренировалась, делала какие-то зарисовки в курсу Pastel Pro. Потом я стала брать его везде с собой на улицу. Да, вот рисовала, делала какие-то эскизы картин, какие-то зарисовки. Ну, то есть это совершенно не тот скетчбук, который можно вот достать, показать, похвастаться, как это делают акварелисты или там люди, которые рисуют маркерами. То есть это просто вот у меня лежал в сумочке, и было несколько карандашей, я просто начала рисовать. Потом я поняла, что неплохо бы что-то иметь посерьезнее. И пошла, купила вот такой вот тоже дешевый альбом для эскизов фирмы Lilia Holden, да, кстати. И вот они у меня благополучно, все три уже закончились. То есть это вот был один из первых, я стала участвовать в каком-то марафоне. И я поняла, что я хочу, чтобы у меня вот все работы, они все были как-то в одном месте. Тут я вот пробовала какие-то деланные эскизы, то есть тоже, да, что-то в открытом уроке. То есть уже как-то я понимала, для чего это нужно. Вот я тут какие-то картины копировала, что-то рисовала. Тоже, да, и пастельных. Вообще скетчбук вот этот у меня довольно неплохой. Что меня сейчас в нем смущает, почему я решила от них отказаться? Ну, во-первых, он какой-то, как это сказать, не солидный, что ли. Ну, я ношу с собой, обычно, очень у меня для вещей. А, ну, кстати, я когда делала открытку, я разрабатывала эскизы тоже в нем. Вот заказчику я отправляла, вот тоже у меня заказывали картины. Я тоже делала эскизы в этом скетчбуке. Также я использую эти скетчбуки, вот для тренировок, как вы видите. Дальше я проходила курс по животным. Делала одну из рисовки. Минус, глаз, рука. Но почему я от них отказалась? Несмотря на то, что здесь есть калька, все-таки качество бумаги и внешний вид, вот со временем они как-то портятся. И крафт какой-то здесь довольно вот яркий. То есть, видите, здесь вот я даже пробую какие-то картины, да, подбираю. Даже детям вот, да, рисовать, когда с ним ждем. Неплохой скетчбок, но все-таки мне показалось, что я уже хочу чего-то более солидного. И в нем мало страниц. То есть, и формат квадратный, это не совсем всегда удобно. Объясню сейчас дальше, почему. Потому что очень часто мне нужна, как бы я беру, делаю даже эскизы картинам на формат картины. Это или А4 даже, или сразу А3. А вот эти маленькие картинки, они как бы, ну, не очень удобны. Плюс вот он мнется, и как бы вот так. Но это был вот уже мой первый шаг. Потом я приобрела, вот, к сожалению, второй блокнот с белой бумагой, такой остался в Москве, вот такой вот книжечку. И вот она меня прям очень вдохновила, очень мне понравилась. Я даже вот уже купила себе еще одну побольше, это у меня закончилось форматом, так сказать, выросла из формата. И вот ее я буду носить везде с собой. Чем хороша вот эта книжечка? Во-первых, бумага. Это тоже крафт, но если мы сравним вот с этим крафтом, этот вот, ну, как бы совсем такой тонкий, этот все же потолще. Плюс, ну, вот у него фактура более гладкая. Видите, листы у него не мутся. Да, несмотря на то, что он без кальки, но при этом, вот, я даже, видите, тоже курс проходила по детям. У меня здесь есть курс углем, вот я рисовала, углем сепии. То есть, экстрим скетчинг я в нем тоже рисовала. Ну, то есть, вот это уже, можно сказать, такая вот книжечка, которую кому-то даже можно показать. Потом я тоже здесь у меня очень много таких вот увидела картинку, раз, нарисовала. Очень много вот я потом в нем стала тоже рисовать, пытаться с натуры делать какие-то зарисовки. Вот он у меня весь закончился, да, такой. Конечно, ничего в нем примечательного нет, но тоже, видите, вот что-то я проходила, какие-то вещи себе записывала. Что я для себя решила? Что нужно все-таки иметь какой-то вот красивый скетчбук для картины, и какие-то вот такие вот вещи отдельные, как для прохождения курсов, это вот в чем-то другом. И поэтому я перешла, естественно, уже на формат побольше. И вот эти вот два скетчбука, они у меня уже практически всегда лежат дома. Я не буду все показывать, просто объясню принцип. То есть вот этот у меня именно для картинок. Да, вот если я уже хочу что-то, вот я как бы создаю вот здесь уже такую а-ля там картинку, вот что-то пробую. И вот этот вот скетчбук, он чисто у меня уже для каких-то работ законченных. Я его редко беру с собой на пленэр, но, во-первых, для пленэра он неудобен тем, что он тяжеловат. Второй момент, что его вот так вот не согнешь, и в нем нет кальки. Поэтому вот когда мне хочется сделать что-то такое, попробовать необычное, я это делаю у себя вот в этом скетчбуке. Он у меня лежит и ждет своего часа. Второй скетчбук, вот Vista Artist, тоже очень мне понравился. Я завела уже для каких-то тренировок. Вот я проходила курсы влёв. Также вот, например, когда я вижу какую-то картину, мне надо подобрать цвета. Сейчас я покажу. Пробую всякие разные вещи. Вот такая игрушка. Вот натюрморты я в нем рисую. Это все дома. Но самое главное... Сейчас, сейчас, сейчас. То есть вот, я рисую картину и тут же подбираю цвета, потом ее переношу. На нее хорошо рисовать, как и углем, вы видите, и пастелью. То есть вот еще тоже, да, это был заказ. Я быстренько нарисовала картину, подобрала цвета, потом же это дальше переношу на бумагу. Тоже, вот, пожалуйста, да, картина. И последовательность действий здесь, в этой работе. Очень важно было соблюсти последовательность, потому что фоном выступала бумага. Тренировки, опять же. Ну, вот, тоже. Отработки. Руки, руки. Еще есть место, да. То есть, чем хорош, вот, да, зимой я рисовала, делала наброски к картинам, тоже. Чем хорош вот этот скетчбок, что я всегда в любой момент могу открыть, посмотреть, что у меня здесь было. Какие-то вещи. То есть, листая его периодически, я вижу и вспоминаю, там, то, что я хотела нарисовать, то, что меня вот так нагляло, и так далее. Недостаток в моем случае, это то, что, когда он закончится, мне его, конечно же, придется вот, кстати, да, тоже вот здесь есть. Я разрабатывала эскиз к картине, пробовала разные варианты. Это наши кормушки, которые у себя не дают, но так до нее руки пока не дошли. И я поняла, что скетчбуков должно быть много. Даже вот сейчас я опять в очередной раз прохожу какие-то курсы, и это все должно быть в одном месте. Вы всегда, в любой момент, можете открыть, посмотреть, подумать, ага, как я там глаз рисовала, или что вот я там хотела передать, что там я хотела нарисовать. Это как бы одна история, да. Вторая история, когда вот вам надо просто, вы вдохновились какой-то картинкой, вы хотите ее нарисовать, посмотреть, как это будет выглядеть. Вот эта картина сейчас у меня, она висит в спальне, красиво оформленная, но вот мне именно хотелось нарисовать ее вот на таком большом формате, как следует, прежде чем переходить к финальному завершению. Точно так же там вот эти груши, да, вот они сейчас у меня пока вот в таком виде, возможно, там скоро они вырастут в какую-то картину. Там вот это тоже, это была вообще серия такая идея. Пока она тоже вот именно, ну и гимнастка, само собой, это тоже был заказ на девочку-гимнастку. Было несколько фотографий, вот предыдущий эскиз не сохранился, зато он перерос в картину, а этот зато вот живет здесь. Поэтому это что касается вот скетчбуков, которые для дома и для улицы. Их должно быть очень много. С недавнего времени я занялась графикой. Для графики у меня тоже появилось очень много скетчбуков. К сожалению, два из них в Москве, вот один здесь, да, то есть это такое. Ну вот я тоже проходила марафон, я тут сюда его сделала. Дальше должны быть еще наброски карандашом. Вот какие-то там, сейчас покажу, я рисовала. Зарисовки с натуры тоже карандашом. Какие-то формы, ну и так далее. То есть этот у меня такой вот скетчбук именно для графики. Честно скажу, он мне не очень понравился, поэтому я его не использую. Какая-то очень рыхлая бумага, вот даже для карандаша, как-то не очень. И такой вот он как-то, не знаю, что-то он у меня не пошел. Дальше есть вот такой тоже маленький. Я купила скетчбук, ну, во-первых, в нем очень удобно. Этот вообще все время со мной, в маленьких сумочках везде. У меня тут лежат выкраски мои, карандашей, еще там какие-то вещи нужные, естественно. И вот я в нем делаю тоже зарисовочки, карандашом, какие-то там вещи учебные. Вот Хачапури рисовала вчера как раз. То есть это вообще то, что все время со мной лежит, помещается, даже если я иду там куда-то в театр или вот в ресторан, мы вчера ходили, я беру его. То есть я уже вообще редко, когда выхожу из дома без какого-то скетчбука, несмотря на то, что у меня вот в машине лежит основной мой набор с пастелью и два скетчбука. Сейчас я их покажу. Один вот этот я уже везде демонстрировала, это мой сейчас основной набор. То, что я рисую, вот даже в музее делала копии, на пленэрах, еще вот на каких-то выездах, то есть как бы тренировочные какие-то вещи, из визы, из зарисовки. То есть это все у меня в этом скетчбуке. Он у меня вообще живет в машине. Это я вот его сейчас сюда принесла для съемок, чтобы показать, что у меня тут есть. Очень удобный. В очередной раз его рекомендую. 500 рублей стоит. Вид довольно презентабельный, учитывая вот сколько я его уже везде таскаю. Второй скетчбук, это фирма Холдинг, или Холдинг. Вот это я им пользовалась до этого. Ну, естественно, уже к нему я сейчас не возвращаюсь, потому что листы не держатся, вырываются, нет кальки. Но в целом довольно неплохой. Вот я тоже его использовала много, рисовала в машине. Вот какие-то тут даже остались картинки неплохие. Вот и зимой, да, я мне рисовала. Вот, ребенок рисовал. Вот, то есть это все у меня тоже живет в машине. Это, например, на случай, когда я понимаю, что там я могу взять пастель. у меня два года пастели, но про пастель я там рассказывала, показывала. Вот, и могу его, например, просто даже взять листы вырвать, сложить книжечкой, там, или просто взять с собой и пойти где-то порисовать. Это мой, такой, скажем, проходный обор, который живет все время в машине, и я им, в принципе, очень довольна. Скетчбук, вообще, с которого началось такое вот основное оно рисование, но рассказывать я не буду в последнюю очередь. Это скетчбук от фирмы ToSketch. Вот, хочу показать его толщину. И, почему я его решила заказать, да, ну, во-первых, насмотревшись на акварельные и маркерные скетчбуки, да, мне тоже захотелось какую-то такую красивую книжечку. Это потом я поняла, что, в принципе, с пастелью, наверное, так не получится, потому что, вот, даже вот этот мой скетчбук, ну, или я еще просто не доросла до такого уровня, но я его все-таки использую больше как для тренировок. То есть, я не делаю из него прям такую красивую картинку, которую можно взять и посмотреть. У меня нет в этом необходимости. У меня подход, что я больше тренируюсь, что-то ищу, что-то там, как-то пробую, там, опять же, да, прохожу очень много курсов, вот, рисую их, чтобы могла в любой момент к ним вернуться и, как бы, создавать вот именно такую красивую книжку с иллюстрацией. Ну, в пастели я пока этого не вижу, но, возможно, со временем. Но когда я покупала этот скетчбук, именно этого я и хотела. самая главная беда его это то, что, вот смотрите, да, обложка совершенно непрезентабельна. То есть, вот даже если сравнить вот с этим или вот с моим любимым, да, вот с этим, они такие вот, как-то вот, не знаю, вид у них более красивый. Этот, конечно, сразу затерся, сразу, причем он таким стал. Вот. Вторая моя ошибка в этом, то, что я хотела попробовать всякие разные цвета и не знаю, зачем, и опять же, все это проходило по интернету, то есть, цвета у меня здесь, прямо скажем, не совсем удачные. Вообще, надо было, если заказывать, надо было сделать его каким-нибудь серым, но вот, как сделала, так сделала. И второй нюанс, он очень тяжелый, он очень тяжелый, плюс, вот, посмотрите, да, есть какие-то такие вещи, вот, видите, я уже сама сюда вставляла, ну, вот, какие-то работы, которые мне нравятся, просто, чтобы они не болтались, я их вставляла сюда, сейчас покажу, еще, ну, тоже, да, это вот больше такой вот у меня спейсбук для тренировок, например, вот сейчас покажу, ну, это вот, опять же, я занималась учениками, тоже я его использовала, показывала в нем, какие-то определенные техники, вот, видите, вот я вставляла наждачную бумагу, вставляла, ну, то есть, чтобы не пропадали листы, да, второй момент, сейчас, вот, сейчас, вот, тоже нарисовала, вот, да, например, есть у меня идея какой-нибудь картины, да, и вот тут я выбираю цвет бумаги и пробую, и там, потом это, что-то, вот эта, кстати, волна тоже, она получилась, в итоге, очень неплохую картину родилась, вот эти вот ледочки, я нарисовала, для конкурса их потом, их я нарисовала в аквапарке, тоже с 15 минут, то есть, конечно, ну, учитывая, да, что, черная бумага здесь была, ну, вот, проходила курс Кулаги на море, вот эти фишки, вот тоже склеена бумага, которая мне понравилась, на обратной стороне, вот тоже непонятно, что, вид, то есть, ну, опять же, да, вот зарисовки зимние, не могу сказать, что, как бы, совсем бесполезная вещь, да, то есть, мечту-то я на нем рисовала, безусловно, то есть, какого-то, вот, идеального варианта нет, нужно пробовать, нужно искать что-то своем, поэтому, красивых картинок тоже нет, но, я вот им пользуюсь, да, это я рисовала тоже в парикмахерской, урок Карен Маргульс, потом пришла и выжила, нарисовала по-другому, это вот какие-то я курсы проходила, то есть, это вот тоже курс проходила по детям пейзажам, где я, я, еще где-то, да, вот такой же пейзажик я рисовала, ну, то есть, вам нужно искать свое, единственное, сразу хочу сказать, что, желательно, чтобы это все-таки было что-то более мобильное, наверное, и не с такими вот ядерными цветами, как я себе здесь их заказала, вот, для того, чтобы можно было более универсально, вот, второй рисунок, из-за того, что я хочу показать нам, вот, так что, вот, что я, собственно, хотела сказать про скетчбуки, рисуйте, не останавливаясь, вообще, вообще, прям, ни на секунду, рисуйте постоянно, пробуйте, ищите что-то свое, вот это мое видео, это просто вот, спасибо, что вы потратили время, посмотрели, если есть вопросы, пожалуйста, пишите, так скажем, что я просто делюсь опытом, своими наработками, какими-то, вы можете видеть, какой у меня опыт, сколько я рисую, вот, и, конечно же, если рисовать очень много, если делать какие-то эскизы, зарисовывать все, что вас вдохновляет, вот, там понятно, что не все это будет так красиво, но главное не останавливается, вчера, вот, я думаю, заказали, вот этот хачапури, это натуральное величину, то есть, вот он, вот такой был, мини-хачапури, я прям вот его увидела, не удержалась, и мне захотелось его нарисовать, он у меня, естественно, не получился, но у меня еще тут есть целый спичбук, для того, чтобы потренироваться, вот, всем спасибо большое за внимание, с вами была Линда, подписывайтесь на мой инстаграм, и ставьте лайки, всего хорошего, до новых встреч!